Купание в морской воде ради спасения жизни. Так и называется программа. Тема нашей сегодняшней программы в эфире Добрый день на седьмом. В студии работает для вас Татьяна Милимко. Сегодня у нас в гостях представители благотворительного фонда с Одессы в сердце Ирина Демидова и Евгений Кустуров, организатор благотворительной акции. Здравствуйте. Давайте поговорим о благотворительной акции, начнем с нее. Кому нужна помощь и о чем идет речь? Помощь нужна моему брату Александру Кустурову, я сейчас расскажу. В ноябре поставили Саше диагноз острый милоидный лейкоз. К сожалению, данное заболевание у нас в стране не лечится. Можно вылечить Сашу, есть высокие шансы в Республике Беларусь. Но цена лечения очень высока. К сожалению, наша семья не может потянуть. Лечение в случае, если я подхожу как донор, 130 тысяч долларов стоит. Если не подхожу, 150 тысяч долларов. Есть счет с Беларуси, уже с клиники. Чтобы понять, подхожу я или не подхожу, к сожалению, Украина не делает такие анализы. Для этого нужно ехать в Беларусь. Пока нам доктора... Ну вот мы уже на данный момент прошли три курса химиотерапии. Вот после третьего курса, как говорят наши доктора, мы добились тех результатов. Ну мы идем к ним вот уверенными шагами. Слава Богу, конечно, к тому, ну что хотели. И сейчас нам доктора пока не разрешают перевозить Сашу в Беларусь. Я думаю, что сейчас у него чуть-чуть повысится иммунитет. Мы в ближайшее время уже туда полетим. Для начала лечения у нас средства уже есть. На данный момент мы собрали порядка 50 тысяч долларов. Точно я не могу сказать сейчас сумму. Поэтому, ну вот, фонд Садисой, фонд в сердце нам помогает. И я понимаю, что объединившись все вместе, у нас получится собрать эту сумму и вылечить Сашу. Сейчас крещенские купания, все готовятся к тому, чтобы окунуться в прорубь, в морскую воду, море к нам ближе все-таки. И вы решили объединить вот это благое дело с тем таким традиционным купанием, которое проводят обычно 18-19 числа. Расскажите более подробно, где будет погружение проходить и на сколько человек рассчитываете? Совершенно верно. Как вы сказали, что крещенское купание это вообще очень важно. Есть по преданию, что спускается голубь с неба и дает Бог благодать на землю. Именно в этот день мы решили провести данную акцию и объединить всех одесситов для того, чтобы действительно сделать большое доброе дело и собрать нужную сумму Александру. К нам обратился Евгений в наш благотворительный фонд «Содесса и в сердце», и мы придумали данную акцию. Мы будем участвовать в книге рекордов Украины в номинации как самое массовое одновременное вхождение в воду. У нас должны будет минимум 200 человек по флажку, либо по свистку. Не знаю, как это будет на самом деле происходить, это уже будут менеджеры от рекордов. Будут входить одновременно в воду. Тем самым мы покажем всей Украине о том, что люди в Украине очень объединенные, могут действительно объединиться вместе и сделать очень великое доброе дело. Параллельно в городе Херсон проводится такая же акция, только немножко иначе. Они в течение двух часов входят в воду. Они тоже помогают, они тоже присоединились к нам и тоже помогают Александру. Наш фонд вообще занимается в принципе молодежью, детьми, то есть всевозможными акциями, мероприятиями, помощь детям. У нас был объезд недавно в колонии с детками работали наши аниматоры, там были подарки, призы. То есть всевозможные акции, помощь детям, какая только возможна. Ну смотрите, если цель все-таки собрать средства, то участие будет платным, что ли? Или как будет проходить? Либо какой-то благотворительный взнос каждый человек принесет? Мы организовываем, скажем так, небольшое питание горячее для участников акции. Будут горячие напитки, глинтвейн, кофе, чай, шурпа будет готовиться. В двух больших казанах будет вариться шурпа и большая кастрюля вот сухой. Вот это вот все будет для участников акции. Люди могут, ну мы этим будем угощать, но люди вот смогут пожертвовать какие-то средства. Вместо того, чтобы купить это где-то рядом в кафешке, могут внести какие-то средства на помощь Саши. А кто согласился помогать вам и в частности готовить все эти напитки и шурпы? Вот как раз Евгений организовывает. У нас, не я лично организовываю, ну как я участвую в этом всем. Изначально вокруг истории Саши объединилось, ну все наши родственники, друзья, потом все село, потом вот районы юга Одесской области Бессарабии. И вот люди просто неравнодушны с нашей деревни, с оседних сел. Там выпекают всякие вкусности, всякие печенюшки, помогают вот для шурпы той же бараниной. Ну в общем очень много неравнодушных людей, которые просто каждый чем может помогают и организовывают вот это вот мероприятие. Вы сказали, жители села, вы откуда? Я из Одесской области, из Трутинского района, село Югиновка называется. То есть завтра это будет такое домашнее, можно сказать, застолье, да, благотворительной целью из Трутинского района, привет. Да, из села Евгиновка, ну жители от села организовывают вот такое вот питание в национальных традициях Юга области для одесситов. Есть ли уже желающие поддержать и пишут ли вам отзывы о том, что придут? Очень, очень, очень много. На сегодняшний день к нам присоединился клуб одесских моржей. Спасибо им большое. Они очень активно принимают участие в данном мероприятии, помогают нам очень сильно. Спасибо большое. Сейчас у нас муниципальная гражданская беспека, полиция наша к нам присоединилась. Одесский университет строительный к нам присоединился, активно тоже нам помогает. Есть у нас такая спасательная служба «Дельфин». Это детская общественная организация спасателей в Одесской области. Тоже непосредственно такие маленькие МЧСники нам помогают организовывать. Это все будут проводить там тоже, как надо спасать, что надо делать при этом. Очень интересная скайкэп, тоже будет видеосъемка у нас будет на дронах сверху и сбоку. Самое интересное, то что будет вхождение в воду, оно будет необычное. Мы будем выпускать воздушные шары, которые символизируют как раз того самого голубя, чтобы желание семьи Александра действительно исполнилось. То есть каждый может загадать свое желание, отпустить это в небо для того, чтобы достучаться? Желательно одновременно, чтобы вошли все в воду и отпустили эти шары. Это будет на пляже Лонжерон. В 10 утра у нас будет проходить молебен. В 11 часов у нас начнется сам рекорд. Рекорд будет одновременный. Будет одна точка только Лонжерон или же на Мурвокзале я слышала что-то ближе туда? У нас будет только одна точка. Это Лонжерон возле двух шаров, только там. Наверняка нужно знать какие-то правила. Я понимаю, что вы не моржи, но тем не менее, наверняка они вас консультировали о том, что нужно знать и как нужно быть одетыми, что брать с собой. Быть может, тапочки, грелки какие-то. Что нужно иметь с собой? Совершенно верно. Обязательно, чтобы у всех были тапочки, не скользкие. Желательно теплые, чтобы внутри был мех. Потому что, когда выходят из воды, ноги мокрые, чтобы они не скользили, чтобы было удобно сразу же для обогрева. Желательно, конечно, иметь при себе халаты. Если, ну, по возможности есть. Потому что, когда люди будут стоять на одной дислокации, это буквально будет проходить какие-то секунды, чтобы они не замерзли. Скинули халаты и все вместе забежали, то есть с полотенцами. У нас там будет палатка, ну и, естественно, что будет обогрев внутренний. Не только внешний, но еще и внутренний. Мы тоже позаботились о наших телезрителях, ведь наверняка они захотели прийти завтра уже. И давайте покажем небольшой наш сюжет о том, как надо подготовиться перед тем, как вы решите все-таки погрузиться в холодную воду. Закаливание – это один из наиболее простых способов укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма любым погодным условиям. Для этого не обязательно нырять в прорубь или обливаться холодной водой на морозе. Иногда достаточно воздушных и солнечных ванн, контрастного душа, купания в открытых водоемах. Основной принцип в этом – регулярность и постепенность. Любое закаливание следует начинать с разницы в 1-2 градуса температуры кожи, постепенно снижая ее. Например, для ножных ванн стартовой температурой может считаться 28-29 градусов. Для обливания температура должна быть немного выше температуры кожи – около 35 градусов для детей и 32 градусов для взрослых. Обливаться необходимо быстро, не более трех секунд. После правильного обливания вы должны почувствовать нарастающую теплоту. Если вы решили закаляться при помощи контрастного душа, то следует помнить следующую инструкцию. Контрастный душ необходимо начинать с комфортной для вас температуры, не обжигающей горячей, но и не холодной. После того, как вы несколько минут постояли под струями теплой воды, попробуйте сделать контраст. На 5-10 секунд включите холодную воду. Спустя 2-3 недели можно перейти к двум или даже трём контрастам в процессе закаливания. Закаляться надо регулярно. Закаляться надо регулярно, говорим мы. И, конечно, хочется, чтобы завтрашний день, возможно, стал стартом для кого-то. Потому что, действительно, это способ не только помочь вашему брату Саше выздороветь, но и самим сохранить своё здоровье. Скажите, как сам брат относится к тому, что будет завтра проходить? Насколько он ждёт людей? Я хочу сказать, ну, во-первых, от брата спасибо всем сказать, кто уже нам помогает. И с каждым днём, вот изначально, как я уже рассказывал, объединяются люди вокруг нас, вокруг нашей истории. И с каждым днём людей становится всё больше. И каждый человек своей молитвой, своим словом хорошим, как будто заряжает Сашу. Он с каждым днём, его глаза всё горят ярче, и он всё больше верит, что он выздоровеет. И, конечно, спасибо огромное всем. И мы верим, что, вот, объединившись, мы поборем не только Сашину болезнь, а мы можем вот что-то сделать такое важное. Сколько ему лет, скажите? 23 года. 23 года. Он приблизительно младший брат. Младший брат, да. У нас разница в возрасте 8 лет, но чуть больше. Вот это младший брат мой. Так сложилось, что он заболел. Ну, вообще, я рассказывал тоже ранее, что родители учителя, мы вот из сельской семьи учителей. Нас вдвое в семье. Вот, я и брат младший. Ну, и так, к сожалению, случилось, что он заболел. Он рос абсолютно здоровым, всегда, как бы никогда не болел, ничем серьёзным. Ну, так сложилось, что он заболел. И сейчас нам нужна помощь. Ну, мы верим, и главное, верит Саша. Вот, он у нас очень сильный и морально изначально. Если мне было очень сложно собраться с мыслями, я не знал, что делать, но именно силы мне давал брат. Я приезжал к нему несколько раз в день в больницу. Вот, и глядя на его глаза, глядя на то, как он верит, что он выздоровеет, это дало мне сил, и вот я начал бороться, и у нас вот начало получаться то, что получается сейчас. Я уверена, что всё получится, потому что действительно объединение всех людей, оно, наверное, всё-таки, если горит свечка одна где-то в помещении, не так сильно видно. Когда мы зажжём много этих свечей, да, в одном помещении, объединим всех людей, Бог услышит всех и увидит. Так часто всего и будет, чаще всего и бывает, и что от одной свечки можно зажечь и остальные. Так же самое, как раньше зажигали маяки. От одной свечки загорался один огромный маяк, который освещал как раз всем путь и давал ту самую надежду, которая сидит у каждого из нас в сердце. И я хотел добавить, что уже вот за этим объединением всех людей, Одессы, Херсона, области, что я уже вижу, что руку Бога, скажем, вот так вот, что это что-то большее, чем просто человеческая сила, что что-то за этим есть такое. Чаще всего так бывает, что на самом деле люди, может быть, не столько там энергии или посылы в небо, сколько дают толчок самому человеку бороться и сражаться за свою жизнь. Я думаю, всё получится. Давайте ещё раз напомним, когда пройдёт акция. Я думаю, Одесситы нас уж услышали и обязательно попробуют завтра, несмотря на то, что это рабочий будний день, доложить всё свои дела, выделить полчаса и прийти. Говорите, куда, во сколько и что нужно знать. Город Одесса, пляж Лонжерон, Два Шара, всем известный пляж. В 10 часов утра начнётся регистрация участников для рекорда. Будет батюшка, где-то в 10-10-10-15, в зависимости от того, как пройдёт регистрация. В 11 часов начнётся установление рекорда. Ровно в 11 люди будут погружаться вместе с шарами воздушными, которые одновременно отпустят. Ну, давайте, если у кого-то всё-таки не получается приехать, скажите, пожалуйста, информацию, как человек может помочь вашему брату. Ну, есть наши реквизиты, если зайти в социальную сеть на имя Евгения Кустурова, либо Александра Кустурова, либо есть группа в социальных сетях, ну, ВКонтакте, в частности, «Помогите спасти Александра», мы её называем. Там есть все реквизиты, которые, ну, либо, ну, всевозможная помощь, которую нам можно и нужно, ну, как бы, мы просим, чтобы нам оказали, можно найти в социальных сетях. Спасибо большое. Итак, я хочу ещё раз так резюмировать, да, подытожить и сказать, что завтра на Лонжероне с 10 до 11 будет проходить регистрация, в 11 часов будет проходить погружение, завтра крещенские купания, плюс вы можете провести их с пользой. Вы можете погрузиться, при этом выйти и приобрести то ли тёплый чай, то ли глинтвейн, то ли еду, и эти все деньги будут направлены в помощь вот брату нашего гостя, Александру Кустурову. Правильно? Да. Это была программа «Добрый день на седьмом». В студии работала для вас Татьяна Милимко. Всего вам доброго и помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова